Привет, котейки! С вами Юмиля, сейчас будем смотреть Мака, богатый, виси, бедный. В принципе, по идее, я уже знаю, что там будет, как будет вести себя богатый, как будет вести себя бедный человек, но давайте посмотрим, как это всё реализует Мак, и не забывайте подписываться, пожалуйста, на инстаграм. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, Мак, подожди, пожалуйста. И не забывайте про то, что стримы у меня проходят по средам и субботам. Погнали! Раунд первый, богатый. Хм, надеть Кельвинг-лянь или остаться в гуд? Определённый гучи. Гучи. Бедный. Хм, что же выбрать, футболка бати или секонда, которую я нашёл уже пятый день? Раунд два, богатый. Так, я не понял, в смысле это у меня на карте нету денег? Алло, бать, а можешь мне это на карту бабла скинуть, а то у меня вообще голяк? Ну, не знаю, там по мелочи, тысяч двадцать. По мелочи, по мелочи. Где мне найти денег на новый ноутбук? Ладно, была-не была, позвоню отцу. Привет, па, слушай, тут такое дело, мне новый ноутбук для учёбы надо. Говорю, ноутбук новый нужно купить. Для учёбы. Ну, деньги нужны. В смысле, найди работу? Да, я понимаю, что ты свои 17 уже на стройке работал. Сейчас зима, ну куда я пойду за 50 гривен час картошку собирать? Что значит решать свои проблемы сам? Ло? Алло? Ну, понятно. В жизни он такое. Что ещё я мог надеяться? Раунд три. Богатый. Блин, ну чё-то маловато этот телевизор. Маловато? Покупать побольше. Бедный. Слушай, а нормально, мне такой телек подогнали. Лучше, чем вот этот был. Раунд четыре. Богатый. Блин. Причёп, идти мусор выбрасывать. Бедный. А, ну... Правило пяти секунд. Раунд пять. Богатый. Да, Ильюх? Чё? Ильюхан сказал? Ну, слушай, можно прицепить у меня на хате, здесь места хватает. Бедный. Чё? Туз устроить? У меня дома? Ну, слушай, у меня не то, чтобы достаточно места. Я так понимаю, для этого скетча он снова снимал ту же самую квартиру, или же он, допустим, снял её, наверное, на несколько дней, и отснял там некоторые сцены для скетча. Раунд шесть. Богатый. Кто знает, кто знает. Вроде не дырявая. Бедный. Ну, вроде дырок не видно. Мы собрались на вечеринку. А, ты так и знала, что он ставит этот лайфхак в видео. Я так и знала, вот честно. Когда речь пошла... Просто замаскируйте пробоину в ваших носках, и она станет практически незаметной. Боже, как-то у бога смотрится. Богатый. Как можно было до такого вообще лайфхака и додуматься? Ээ, жрать охота. Аля, доставка пиццы? Ах, вкуснятина. Ооо, как захотелось пить, цепуха и мячить мой макой макой на больной датишь. Эх, заради охота. Вроде бы у меня еще хоть деньги лежат бабушкины пельмеши. Перерыв. Блин, денег не верю, игры платные. А так хочется пограть, что-то крутое. А реклама? Чего? Вартандер, это самый масштабный, бесплатный военный экшинге. Может испытать тысячи дениц военной технику. Я тут немножко, наверное, перекручу. Так, ладно, вот до сюда. Блин, что-то у меня здесь как-то пустовато. Алло, галерея картин? О, так-то лучше, совсем другое дело. Бедный. Блин, что-то у меня в комнате как-то пустовато. Ну, приходится выкручиваться, как можешь. Но мне кажется, было бы прикольнее какие-нибудь плакаты дешевые купить. В киоске. Так-то лучше. Я так и делаю здесь все. Богатый. Так, сочинение на тему того, как я провел зимние каникулы. Ну, сначала ездил на горнолыжный курорт в Швейцарию, потом на близкие каникулы в Англию, ну, и остальше был на Бали. На Бали? Эх. Может, ничего не забыл? Бедный. Так, как я провел зимние каникулы? Сидел дома, выходил по ростному лицу. Мы ходили с друзьями кататься на каньках. Правда, лед там замерз не очень, поэтому мы чуть не утонули. Потом я спускался на клеенки с горки, сломал два пальца. Ну, на этом вроде все. Раунд 10. Богатый. Спа-салон. А-а-а, нет, все-таки душик. Бедный. А я думала, он в каком-нибудь там спа-салоне тусуется. Ну, сейчас помоемся. Раунд 11. Богатый. Вау, концерт моей любимой группы через месяц. Так, где тут вип-места? Бедный. Через месяц будет концерт моей любимой группы. Кстати, заметили, что он телефоны даже меняет под богатого и под бедного? В каком канале будет показывать перерывы? В каком канале? Радись, страдай, умри. Радись, страдай. Заинтересовала, что это? А это войны, которые каждый день выходят в моем инстаграме. Мак, нижнее подчеркивание, ютуб. Кстати, мне кажется, что Мак правильно пошел в этом направлении. Вот серьезно, в последнее время постоянно я так про него говорю, но он действительно делает правильные вещи, потому что я слышала, что видеоролики в инстаграме набирают большую популярность и на них обращают больше внимания, чем на обычные фотки. Подписывайся, ссылка в описании. Ну, подписывайся еще и на мой инстаграм, вот если что. Позвольте. Мне будет приятно. 12. Богатый. Блин, что-то так темно. Фух, классно. Бедный. Блин, что-то как-то темно стало. Так-то лучше. Финальный раунд. Можно было бы свечку зажечь. Так. Вот и мои покупочки. Зараз. Бедный. Так. Вот и мои покупочки. Неплохо. Вот честно скажу, я обожаю так хамячить батон, когда он свежий и мягкий. Я серьезно, так вот прям его ем. Это очень дико выглядит. И меня мама так ругала постоянно за это. Но я обожаю так делать. Жить не... Я бы даже сказал pleasant, блядь. На этом битва богатого и бедного окончена. Теперь, чтобы определить победителя, пишите в комментариях хэштег за богатого или хэштег за бедного. За кого... Вообще, очень странно голосовать за богатого или за бедного. Ну, серьезно. Я, допустим, не знаю, за кого бы я проголосовала, если бы мне действительно сказали, вот прям сейчас выбери за богатого ты или за бедного. Конечно же, хорошо быть богатым. Но в то же время важно не зажираться и быть нормальным человеком. И понимать то, что такие богатства есть не у каждого. И голосовать вот так вот за богатого ты или за бедного. Не знаю. Кого бы выбрали вы? Напишите.